Конечно, надо разделить две темы. Если мы говорим о кризисе, то я всем скажу, что кризис – это хорошая возможность для новых ресурсов. Потому что мы оказываемся в консерве, занимаясь всю жизнь или долгое время какой-то одной деятельностью. И закапываемся в ней, все нам там приедается, и все становится скучным. Но наступает момент, когда кто-то тебя как будто бы толкает, надо что-то сменить, надо что-то придумать новое, свежее. И вот тот самый кризис, который завершил получение дивидендов и финансов в этой области, заставляет нас сосредоточиться. Страх управляет человеком. Из страха человек может начать ой-ой-ой, как бегать. Волка кормит ноги, и голод – это серьезный сигнал к тому, что надо начать работать. Потому что когда все устаканивается, мы уже немножечко на пуховой перинке присаживаемся и начинаем лениться. Я всем говорю, что очень важно развиваться как духовно, так и образовательно. Образование – это одно из самых дорогих ресурсов. Все исчерпывается, знания нет. Знания всегда будут, то есть ни во что так мощно не вкладывается гражданин мира, как в образование. Для того, чтобы научиться чему-либо, вам надо пойти и учиться. А за это вы можете получать деньги. Вот я сегодня открыла свою школу исполнительских искусств. Многим детям, говорим о детях, а подразумеваем огромное количество населения, уже негде учиться профессиональному даже тому же пению, широкому спектру джаза, блюза, который я представляю в шоу-бизнесе. И как раз моя практика, певица, дает мне большой потенциал преподавать. Но и в то же время, пока человек преподает, это лучшая форма обучаться самому. Я постоянно нахожусь в кураже, в учебе, я познаю что-то новое. А также я организовываю на базе своих знаний огромное количество разных возможностей реализовать свою профессию. Это и частные какие-то детские дома, и лекторские вещи, и мастера-классы. Поэтому кризис у нас только здесь, в интеллекте.